Сложно поверить, но вот эти стенки со старыми зеркалами сохранились здесь с советских времен. Здесь, говорят, учителя даже пол скрипит по-советски. И это все находится в школе 21 века, которая еще не успела пройти реконструкцию. Здесь можно посмотреть и почувствовать, как вот на этих снарядах занимались танцовщицы более 50 лет. И это все в 21 школе, в которой до сих пор идут уроки. Совсем скоро и предстоит ремонт. Тогда там появится яркая мебель, интерактивные доски, каворкинг-зоны. В общем, все, что сейчас требуется современному ребенку для комфортного обучения. Все яркое, это замечательно. И для детей это эмоции, и прежде всего спокойное отношение к учебе. Сейчас абсолютно другая жизнь, к которой они сами приспосабливаются. Приспосабливаться вынуждены учителя. Для того, чтобы современному ребенку было интересно, а занятия проходили не из-под палки, а в удовольствие, нужны новые методики обучения, элементы привлечения внимания. Ведь с каждым годом ученики меняются, и подход тоже должен соответствовать потребностям. Так, например, в школе номер 150, одной из самых современных в Красноярске, все равно нашли, что добавить. Это место, да, оно уже говорило, что оно возникло благодаря нашим ребятишкам, которые иногда сбегали здесь с уроков, стаскивали какие-то лавочки в одно место и сделали для себя вот такое пространство. И мы решили пойти вслед за ними, оборудовать уже хорошую, назвали мы это каворкинг-зону, то есть это зона переговоров и отдыха, где дети могут заниматься и самообразованием. Именно поэтому тусклые стены длинных коридоров сменились яркими цветами и рисунками, их теперь создают сами дети. Школьные столовые превратились в кафе и обзавелись такими блюдами, как фрикассе и крем-супы. Витражи сменились пластиковыми окнами. И хотя кажется, что все это только предметы интерьера и развлечения, но на самом деле, говорят учителя, это нужно для того, чтобы уложить знания в голову детей. Ведь сейчас материал школьники усваивают совсем по-другому, в интерактивном виде. Алена Крешининникова, Александр Тропин, Новости ТВК.